Приветствую вас. Я бы предложил исходить из двух следующих, на мой взгляд, очень важных факторов. Значит, первое, вы говорите, когда я встречу свою женщину. Значит, во-первых, для чего вы хотите встретить свою женщину? Для чего она? Вам? Это первое. Зачем? Что вы вкладываете в, грубо говоря, в эту встречу? Что значит для вас эта встреча? Какое значение имеют? И какую цель вы преследуете? Далее. И второй момент заключается в том, чтобы вы определили для себя понятие и значение для вас слова «своей женщины». То есть, что это такое «своя женщина»? Это как? Это что? Хочет ли такая вот «своя женщина», да? Хочет ли она, ну, я не знаю, быть с вами? То есть, какой она должна быть? Это вот ваша женщина. Почему вы делите женщина «моя» и «не моя»? То есть, у вас какие-то ограничения есть, видимо. Какие-то стереотипы, возможно, имеются. И всё это ограничивает вас. Ограничивает количество партнёров, с которыми вы можете, например, построить отношения. И если вы не хотите этого, то нужно, чтобы вы расширяли, скорее всего, расширяли свой кругозор, расширяли, так скажем, претендентов, точнее претенденток на то, чтобы быть с вами. Вот. Это принципиально важный момент. Потому что ваша женщина может быть вашей, но при этом условия, при которых она будет вашей, для неё могут быть совершенно неприемлемы. Поэтому нам с вами нужно этого избежать. Нам с вами нужно, чтобы вы не разделяли женщин на «моя-не моя», а любую женщину воспринимали как потенциальную партнёршу. Определившись для себя только лишь, какая из них, да, какая из партнёрш, вам наиболее симпатично, привлекательно, интересно и чем. Вот. Это является принципиальным. И вот после ответа на эти два вопроса, вы сможете вырабатывать свою мужскую модель поведения, для того, чтобы, собственно, выстраивать отношения с девочками. Только после ответов на эти вопросы. Не раньше. Конечно, может быть, вы задаёте свой вопрос в раздел «Эзотерики». Я не знаю. Но в таком случае вам нужно будет переадресовать его в соответствующий раздел и получить там предсказание. Только, насколько я знаю, нужна будет ещё дата рождения ваша и фотография, которая поможет эзотерикам предсказать вам будущее. Это, если вы хотите именно от эзотериков получить ответ на вопрос. На вас. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне их в личку. я буду рад помочь вам с этим разобраться. Я желаю вам успехов. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам найти именно свой способ решения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ